МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с того, что мы используем в основном для оплаты в современном рынке. Мы выделяем из себя три варианта. Это банковские карты, второй вариант – пошивки с наличными, и третий вариант – электронные пошивки. У каждого из этих способов мы видим свои привычные недостатки. Если говорить про онлайн-платежи, то основным недостатком наличных является то, что их невозможно потратить онлайн. Карточки банковские можно потратить онлайн, но они есть не у всех. Есть определенные пунктуры оформления банковских карт. И второе – деньги. Также последнее время достаточно строго документированы, и есть определенные пунктуры оформления и подтверждения электронных шипов. Какие есть тренды сейчас на финансовом рынке? Значит, естественно, ключевым трендом является сближение рынка финансов и мероприятий коммуникаций. В данный момент компании уже конкурируют не на уровне каких-то продуктов и услуг, а на уровне платформы и кросс-функциональности их продуктов. Ключевым трендом, конечно, здесь выступает распространение санкфонов, уменьшение цен на них и снижение тарифов на доступ к интернету, мобильных операторов. На графику здесь вы можете посмотреть поставки по санкфону для 2016 года и прогноза 2018, и, как видимо, нестремительные расходы. Что может предложить со своей стороны мобильный оператор? Мобильный оператор может предложить оплату с лицевого счета, то есть оплату с балансом рынка с телефона. Какие есть преимущества и почему люди могут пользоваться данным способом карты? В первую очередь, мы всегда можем использовать свой номер телефона. Если мы хотим что-то обратить онлайн, мы заходим на сайт. Если мы хотим воспользоваться банковской карточкой, то мы идем за банковской карточкой, ищем ее номер, вводим этот достаточно литийный процесс. Если мы используем электронные кошельки, то здесь тоже. С электронными кошельками ему нужно было свой идентификатор. То, что касается мобильного телефона, все его знают, помнят, и он вновь еще могут пользоваться его номером. Также телефон всегда с нами. Если кошельки с наличными банковскими картами мы можем забыть, то обладать номерного телефона, зная свой номер телефона и свой смартфон в кармане, всегда может пригодиться для облада. И другим имуществом является то, что сеть мобильных операторов на данный момент покрывает практически всю территорию Республики Беларусь. И 99% клиентов все-таки лояльны в отношении к своему родиному оператору. Что конкретно может приглашить в МДС, расскажу вам немножко про опыта внедрения финансового сервиса в МДС. Значит, у нас в этом году был запущен сервис МДС «Деньги». Он больше платежно-информационный сервис, потому что он, в первую очередь, направлен не только на оплату своих счетов, но и на инфармирование. О чем здесь идет речь? Если человек завел в нашей руку с этой семьи в МДС «Деньги» в свои свои счета, например, в вашем случае, что он где-то платежит по коммунальным услугам, как он там, телефон, интернет, телевидение и так далее, как только счет выставляется ему в системе «Делик», то же значит, что система интегрирована с «Деликом» сразу же к клиенту приходит либо СМС-информирование, либо ручное упоминание о том, что вам за какую-то услугу у вас чем-либо счет, и жена не, пожалуйста, платите. Значит, в сервисе находится, соответственно, вся информация на ступеньках счета, платить любые услуги можно в один клик, вы можете всегда проверить в любые платежи, она сохраняется, и, что немаловажно, комиссия в проценте. Немножко больше еще расскажу. В сервисе можно пользоваться так мобильным приложением, но есть у нас и для Android и для iOS, есть веб-сайт, где не .vds.pv, и есть в сети витрина. Звездочка, в сети витрина, в сети витрина, в сети витрина в случае, если у вас нет интернета, и вам сложно что-то оплатить, вы набираете звездочку в семье в три решетка, видите сервис, длинные счета, и сразу же оплачиваете в любом месте без интернета. Сервис таким образом не позволяет опускать сроки оплаты, позволяет оплатить все необходимые услуги, которые есть в системе ЕЛИ, это и детские сады, образовательные дружки, коммунальные услуги, штрафы, и все что угодно. Единственное, это метод пополнения электронного шлифа. Использовать сервис достаточно просто, либо с приложения, либо с сайта, необходимо ввести, реализовать свой номер телефона и подтвердить свой платеж. Ток 5 платежей уже по опыту. Мы постоянно ведем статистику наших платежей. Сам сервис был запущен у нас в апреле этого года это веб-сайт. И мобильное приложение было запрещено в августе. Ток 5 платежей в 2016 году вы можете видеть на экране это различные коммунальные услуги, телеком, реактивные конторы и мобильные экраны. И, естественно, мы отслеживаем на самом деле растущие платежи, это онлайн услуги и сервисы и оплатно-образовательные услуги и кружков. Какие направления развития мы видим для себя? В первую очередь это взаимодействие с поскольку данным услуг, часть размещения способа оплаты и деньги на их сайт. Вы, наверное, знаете, что 1 января все интернет-магазины должны на своих сайтах разместиться способ оплаты ЕРИМ. и соответственно интернет-магазины можно оплачивать либо выборов способ оплаты или ноября, также работаем над тем, чтобы появиться на сайтах, которые проводим в отдельный способ оплатить деньги, чтобы не обладать клиенту в заблуждение. Вторым таким направлением нашим для развития является запас выполнения лицевого счета либо средствами банковской карты либо средствами в сервисе. Нам необходимо для того, чтобы люди пользуются не только тем, у которых нет банковских карт, у которых нет банковских карт, но и для тех, кому возможно их банковские приложения или мобильные банки просто неудобны. Они заходят в наш сервис, им нравятся южапевицы, им нравятся наши подачи информации и они могут пользоваться прямо в сервисе при недостатке платежа, просто пополнить банковскую карту свой свой счет. Также развитие функционала это принциповая программа и подарочные сертификаты МТС они постановят немножко конкретнее, потому что буквально сегодня-завтра мы устанем подарочные сертификаты они у нас работают также с помощью нашего сервиса МТС деньги Суть сертификата состоит в том, что как раз к новогодним праздникам, когда все успевают выдать подарки, можно отправить с одного баланса на другой баланса какую-то определенную сумму, которую желаете подарить своим родственникам и друзьям, написать имя на телефон этого человека придет поздравительный смс с новогодними праздниками и на его счет будет зачислена сумма, которую вы введете в смс то есть такой достаточно хороший способ подарить этот сертификат можно в любом магазине после Белоруссии, который принимает способы оплаты этой деньги в общем-то и все спасибо за внимание если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте у вас надо перевязать номер телефонов банковскую карточку и платить за деньги за расчет для того чтобы попал из банковской карты я хочу платить сумму то есть деньги услуги у вас там 105 уход с моего лицевого счета аппотента деньги уход то есть платежи в размере баланса моего лицевого счета а как его положение если мы проверим платеж на балансе должно остаться не менее 20 копеек просто на плату на рост рост я сразу вам злоупотреблю второй вопрос как это его задать не знаю в общем почему вы до сих пор не получили хотя бы там лицензии не банковской кандидатной организации у вас же вы четко писали у вас есть все возьми трудный день у вас есть все чтобы в общем-то в платье у вас все филиалов у вас все больные предъявили паспорта почему вы не конкурируете с другими платежными системами банков ну мы конкурируем и на самом деле через тактов платежных агентов наверное я имею ввиду не так просто у нас в республике в последнее время есть небольшие изменения мы над ними работаем и в принципе конкуренция она уже есть не не поделиться сделать возможность обладать услуг в России нужно пока открываться на счет чтобы социалисты решили с группой российской государственной 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 с вы имеете перевод с нашей российской церкви Я был предыдущен, что я смогу вложить зону, зону сфотографироваться практически у вас в российской рублей и куда надо расследоваться владельцам? Ну, в России, во-первых, сама своя система, в ней есть система лёгких платёж, отдельно от нас. Но, что касается приводы международной НТС, она есть. Сейчас можно. Сейчас можно оплатить. Когда в гости в России оплатить? Ну, это вам тогда, наверное, больше не ввести на тот номер, где он есть, и оплатить на них, соответственно. У вас такая возможность вводить, потому что очень много. Я хотел бы самым вопросом, почему вы их считаете? Ну, что касается приводы международной НТС? Что касается приводных указочек, как вам активно решить? Да. А там, в ситуации, в ТС, можете? Да. Вопрос у вас? Да. Если какое-то предприятие рассчитывает принимать ВТС деньги за свои услуги, для этого обязательно требования надо будет в системе лёгких данных? Да. То есть без системы лёгких другого взаимодействия получателя и вас нет через деньги? В принципе, есть, но не в рамках. У нас просто предприятия на две части. Сейчас я вам рассказала о большинстве предприятий, которые основаны у нас в системе лёгких. Есть ещё предприятия, основанные на ватмане. Это немножко другая история, но есть другой вариант. Если что, прощайте. Я хочу вам сказать, что мы с вами будем принимать в течение лёгких. Опять же, у нас все предприятия. Да. Да. Всё. Большое спасибо, Юль. Поехали. Спасибо. Спасибо. Всем п offerings. Продолжение следует...